Здравствуйте, мои дорогие приятели! Привет, мои дорогие приятели! Один его просмотр или один его ролик. Я только точно знаю, что оплата производится за просмотры роликов. Учитываются ли лайки или дизлайки, я не понимаю, не знаю. Где это написано, я тоже не понимаю, это не знаю. Люди придумывают свои версии, люди рассказывают на видеороликах своих о том, что дизлайки и лайки – это всё едино для Ютуба. А мне всегда хочется узнать, а где это они прочитали? Нет, ну, мне, честно говоря, вот так как я очень много перенасытилась с этой информацией, мне действительно сейчас стало очень, как бы, всё равно, что лайки, что дизлайки. И, конечно же, чисто с точки зрения поощрения приятнее получать намного лайки. И, естественно, я реально понимаю, что это людям понравилось. Люди стали со мной на одну волну, и, соответственно, я удовлетворила их, так сказать, запросам. То, что они хотели увидеть, они это увидели. Те, кто поставил дизлайк, многие просто проходили мимо и решили, так сказать, виртуально вернуть своим хвостиком замечательным. Другие просто решили поглумиться. Третьим просто не понравилось. Четвёртые посчитали это ниже своего достоинства и так далее. То есть у каждого свои причины, почему они ставят лайки или дизлайки. Но не суть в этом. Просто я не понимаю, где люди берут и черпают эту информацию. Откуда? Я пыталась найти её в архиве Ютьюба. Хотела понять, как оценивает Ютьюб каждый твой ролик. Как оценивает Ютьюб подход к ролику. Вот тут мне даже помогают, видите. Да, Личка, ты помогаешь, я знаю, что моя хорошая. И к вопросу о том, где они берут информацию, как оценивается блогер и сколько он получает, я тоже это нигде не могу найти. Чем Ютьюб мне, в общем-то, не нравится. Если у вас действительно есть ссылочка на это место, где конкретно написано, что блогер оценивается вот так-то, 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 по таким-то параметрам, я с удовольствием это почитаю. Но, простите, я этого нигде не нашла. Но тут Ютьюб меня просто поразил. Он раскрыл практически мою зарплату. И я так сильно начала чувствовать себя миллионером. Вы даже себе не представляете. Сейчас покажу. Оставайтесь со мной. Мой канал. И видите, каждое видео тысяча рублей, две тысячи. Правда, без рублей. Одна тысяча рублей. Жаль, что это всего лишь мгновение. Я обновлю страницу, и эта красота исчезнет. А так хотелось бы быть. Смеюсь, конечно. Но в каждой шутке есть доля шутки. И дай бог, мои любимые блогеры-девочки, и мои любимые приятели, чтобы у всех, мои подписчики, были баснословные деньги. Потому что мы же любим все хорошо одеваться, вкусно кушать и приятно отдыхать. А за все нужно, конечно же, в нашей жизни платить. Поэтому всем финансового благополучия. Но и не только благополучия финансового, но и духовного тоже. Хоть помечтать, что я зарабатываю такие деньги. Может, действительно, кто-то в это поверит. Круто. Ну, я надеюсь, мои дорогие, вы оценили мою шутку. Ну, конечно же, это сбой в программе YouTube. И откуда здесь появились рубли, конечно же, неизвестно. Такого, в принципе, не может быть. И заработки блогера намного-намного меньше. Можно сказать, никакие. Но помечтать так хочется. И видите, как YouTube быстро воплощает наши мечты в жизнь. Ха-ха. Я надеюсь, вы также удивились и поразились, какие бывают сбои в YouTube. Я надеюсь, вам улыбнуло вас это сообщение и эта маленькая информация. Когда YouTube так быстро, за одно мгновение превращает своих блогеров в миллионеров. И за одно видео они получают и тысячу, и две тысячи. Правда, здорово. Я бы всегда так хотела, чтобы меня радовал YouTube. Но, к сожалению, этот миф быстро разветривался и уже при перезагрузке все исчезло в розовой дымке. Ах, я думаю, что он вернется, как тот Карлсон. Но, если честно, зарабатываем мы совсем мало. И кто рассчитывает и говорит о том, что вы с нас зарабатываете деньги, это такое, знаете, мещанское мышление. Я считаю, что, ну, уберите его, пожалуйста, и вам станет намного легче жить. Я здесь, честно говоря, это не для того, чтобы зарабатывать на YouTube. Хотя это было бы очень приятно. Но я здесь для того, чтобы просто, как одна тетенька сказала, покуражиться. Наверное, может быть, покуражиться. Ну, опять же, кто как воспринимает. Я просто для самовыражения. Мне хочется остаться в памяти у своих детей. Мне хочется, чтобы мне самой было приятно и весело смотреть на себя сегодняшнюю такую, вспоминать. Ведь я так часто люблю воспоминания, вы это знаете. И окунаться в прошлое тоже люблю. Наверное, больше для себя и своей семьи. Ну, и, конечно же, мне очень приятно, что меня смотрят. И очень приятно, что кто-то одобряет мои действия, мои шутки, мои приколы. Я понимаю, что на такой же волне находятся сотни людей. А сейчас уже тысячи людей. И, кстати, скоро уже будет круглая дата. Не моему каналу, а моим подписчикам. И мне скоро исполнится практически пять лет. Я так называю, потому что столько у меня подписчиков. Пять тысяч подписчиков будет. Соответственно, я считаю, это как пять лет. Пять годиков. Мне исполняется пять годиков. И эту дату, а это круглая дата, нужно обязательно будет, я так думаю, каким-то образом отметить. Посмотрев немножечко в YouTube аналогичные видео, я поняла, что делается все просто-просто-просто. А разыгрываются призы. И я даже уже придумала, какие призы. Я тоже буду разыгрывать призы. Конечно же, они будут только действовать для моих подписчиков. Ну, вы сами понимаете, я готова всему миру все раздарить. Но хочется какой-то все-таки внутренней справедливости. Поэтому тех людей, кто на меня подписан, я буду поощрять сто процентов. Соответственно, как? А именно тех, кто, конечно же, пишет комментарии. Только так действует автоматическая программа. И будет она выбирать, как вы знаете, именно из тех людей, которые написали комментарии под видео. А вот какое видео, я, конечно, потом выберу и расскажу вам. Ну, все. Всего вам доброго. Считайте, что вы общаетесь с миллионером. Практически YouTube. Надо привыкать к этому званию. Может быть, глядишь в мысль материальной правды, так произойдет. Пока-пока. До новых встреч. Улыбайтесь. И принимайте жизнь, какая она есть. Только в позитиве. С огромным уважением. Ирина. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok